Хорошо, Олег, оставим чуть-чуть в сторону Колумбию. Меня интересует такое государство, как Аргентина. Насколько вы владеете информацией по нему, интересует меня оно. Почему? Потому что всего лишь 40 лет назад Аргентина вела настоящую войну с Великобританией за Фолклендские острова. И я так понимаю, что в государстве должны были быть сильные анти-англосаксонские настроения. В государстве очень сильные анти-англосаксонские, анти-английские настроения. Из-за Фолклендов, которые для Аргентины являются Мальвинами, а не Фолклендами, Фолклендские острова – это английская версия. Мы помним главный праздник не только Аргентины, а всей Латинской Америки, когда Марадона забивает гол Великобритании, английской сборной. Я думаю, что эти настроения в Аргентине очень сильны. Но Аргентина сейчас переживает тоже, как и весь мир, сильнейший экономический кризис. Аргентина – некогда наиболее благополучная, наиболее стабильная и богатая страна региона. Сейчас очень много аргентинцев голодают, несмотря на прогрессивное правительство, которое сейчас. Потому что, с одной стороны, Международный валютный фонд, который так любят на Украине, он успешно разрушал и, в конце концов, разрушил аргентинскую экономику, разорил ее. Предыдущее правительство Макрия было полностью тоже подчинено США и Международному валютному фонду. И оставило в наследство нынешней власти разрушенную экономику, плюс нынешний объективно мировой кризис, который произошел после ковида и из-за вооруженного конфликта в Европе. Плюс, добавим к этому, то, что Аргентина, как очень богатая страна, страна очень богатая коррупционными традициями тоже. Очень много коррупции. Это тоже, несомненно, очень сильно влияет. Очень сложно говорить об Украине сейчас. Мы знаем, что вчера был приговор суда, который приговорил вице-президента Украины Кристину Фернандес. Аргентины. Аргентины, да, прошу прощения. Приговорил ее к шести годам тюремного заключения и запретил ей занимать государственные послы. До этого она была одним из самых влиятельных политиков Аргентины. Мне трудно говорить, насколько реальны обвинения против Кристины Кирчнер, но я совершенно уверен, что если говорить о коррупции и о том, кто должен быть обвинен и осужден, противостоящие кирчнеризму, вот этому левоцентрическому прогрессизму в Колумбии, люди, связанные с международным валютным фондом. Если Кристина получила шесть лет, они должны получить шестьдесят пожизненных заключений, как минимум, если сравнить масштаб коррупции. Я думаю, что для реальных изменений необходимо изменение всей политической культуры, изменение всей модели, изменение всей парадигмы, рубить собаке хвост по кусочкам или что-то немножко менять, быть за все хорошее против всего плохого и не затрагивать ни чьих интересов при этом совершенно невозможно. Вы неоднократно уже говорили, упоминали о деятельности МВФ в Латинской Америке. Я как раз и хотел задать этот вопрос. Мы имеем четкую аналогию действий МВФ, вообще международных финансовых организаций, на Украине и в Латинской Америке. Я прав или нет? Несомненно, потому что у Украины настолько, у Украины, у Латинской Америки, я постоянно, я все больше путаю, все больше все похоже, у Латинской Америки настолько большой и страшный опыт сотрудничества с МВФ, чем там, что учись человечеству, учась политике мира чему-то, они бы делали какие-то выводы. А можете, вот вы говорили, что МВФ убил аргентинскую экономику, а можно вкратце на примерах, как это происходило? Я не экономист, но очень вкратце, в общих чертах опишу. Правительством для развития промышленности, для развития экономики нужны деньги, причем нужны живые деньги. Международный валютный фонд, организация совершенно не демократическая, потому что управляется принятием решений совершенно силовых, волевых, волюнтаристских своего руководства. Это не международная организация, это частная организация, это частная банковская организация, подчиненная некоторым правительствам севера, скажем так. Она действует, она работает, и МВФ дает суды, дает деньги не только идеально демократическим правительствам, хотя все перед международными организациями привыкли строить из себя великих демократов, но и военным диктатурам. Аргентинская, чилийская диктатуры, осужденные организации объединенных наций, когда организация объединенных наций была еще более-менее приличной организацией, эти режимы однозначно осуждали за систематические преступления против человечности. Тем не менее, Международный валютный фонд без проблем выдавала диктатурам большие деньги. Эти деньги уходили на дерибан среди политических элит, как мы это знаем, тоже по более близким нам странам. Это одна и та же схема. Эти деньги уходили на развитие военной промышленности, этих диктатур и так далее. Когда диктатуры уходили или их уходили, потому что диктатуры уже убрали левую угрозу, и можно было строить управляемую США демократию, приходили к власти демократические правительства, псевдодемократические, если быть точнее. Но со всеми долгами, которые оставались от диктатур. Для того, чтобы платить проценты, платить интересы по этим долгам, экономика должна была или прекращать свой рост, или брать новые займы, брать новые кредиты, для того, чтобы еще больше зависеть от стран Первого мира. То есть на личном примере это очень хорошо видно. Здесь очень много людей по уши в долгах в Латинской Америке, обычный, средний класс. И здесь очень развиты услуги по получению кредитов для погашения кредитов. А потом можно для погашения этих кредитов взять еще кредиты. Вы описываете, Олег, это один в один, то, что происходит на Украине. Вот, потому что если мы сейчас, говоря об Украине, если мы гипотетически представим себе невозможную военную победу Украины над Россией, и мечту Зеленского в реальной жизни, деньги, которые сейчас должна Украина за все поставленное оружие и все остальное, это не даст Украине ни малейшего шанса на развитие. То есть это будет точно гарантированным уничтожением страны, ее экономики, это будет разрушительнее, чем любая война. Украина сейчас должна больше денег, чем любая другая страна мира. Это долг, который выплатить никоим образом невозможно, и он растет с каждой минуты. В Латинской Америке здесь долги Международному валютному фонду в 80-е и в 90-е годы привели к массовому обнищанию населения, потому что что делает правительство для выплаты долгов? Прежде всего сокращают социальные расходы. Это разрушается образование, разрушается здравоохранение. Пенсионеры не получают пенсии или получают нищенские пенсии. В результате растет преступность. Для борьбы с преступностью создается тоже полицейская истерия и нужны новые кредиты для вооружения полиции, для строительства тюрем и так далее. В ответ на это здесь произошло несколько социальных взрывов и неолиберальные правительства, любители Международного валютного фонда бежали из президентских дворцов на вертолеты. Я долго ждал, что я мечтал о том, что это когда-нибудь произойдет на Украине, к сожалению, этого не произошло. И после этого возникает вопрос, что дальше? Как отстраивать разрушенную страну, как поднимать разрушенную экономику и на какие политические силы или на какие политические партии можно опереться, если в этом деребане страны, если в этом грабеже вместе с американскими кураторами так или иначе участвовали практически все политические силы, потому что всем что-то перепадало от этого. Поэтому возник знамечательный аргентинский лозунг, когда весь Буэнос-Айрес был на улицах, включая средний класс, который разорили. Возник этот лозунг «пусть убираются все». То есть необходима полная смена политических сил, политической модели для создания чего-то принципиально нового. Эта модель не работает. Я не знаю, возможно ли это. Я знаю, что невозможно продолжение того, что сейчас происходит. Я вот вас слушаю, что вы говорите про МВФ, западные кредиты и западное влияние на страны. Один в один картинка не только с Украиной, а со многими странами бывшего Советского Союза. Скажите, а тогда вот вопрос. А в Латинской Америке вообще есть государство, которое не пошло по этому пути? Есть хорошие какие-то примеры или нет? Или это характерно для всего континента? Мы знаем классический пример, самый долгий пример – это пример Кубы, государства, которое не пошло по этому пути. Но Куба не пошла по этому пути, потому что в свое время существовал Советский Союз, который бескорыстно поддержал Кубу. Бескорыстно как? Бескорыстно экономически, потому что понятно совершенно, что Куба была нужна Союзу тоже для создания какого-то хотя бы относительного равновесия, сил с Соединенными Штатами Америки. Тем не менее, Советский Союз дал Кубе шанс на экономическое, главное, на человеческое культурное развитие. Сейчас Куба переживает очень сложный, очень кризисный период, потому что Советского Союза уже давно нет. Американская блокада усиливается постоянно. Это удавка нашей Кубы, особенно после пандемии, особенно при проблемах нынешнего мира. Китай каким-то образом помогает Кубе, но Китай – это не Советский Союз, для Китая это просто чистый бизнес. Это не одно и то же. То есть, говоря о примерах, несомненно, Куба во многом остается примером экономической, политической независимости на континенте. Нынешнее боливийское правительство себя ведет очень осторожно, очень сдержанно. В то же время удалось добиться очень многого в самой бедной стране Южной Америки. Сейчас явно улучшение качества жизни населения. Боливия не перестала быть бедной страной. Тем не менее, социальная защита увеличивалась. Поддержка нынешнего левоцентрического правительства Боливии в стране со стороны индейских сильных движений достаточно высока. Боливия всегда была нищим на золотом троне, как и Украина, как и многие богатые страны. Боливия вернула себе природные ресурсы, газ, и все, была проведена национализация этого. Нравилось это кому-то или не нравилось. И при участии социальных организаций, при участии индейских движений, здесь очень важно еще участие населения, принятие политических решений, для того, чтобы правительство имело легитимность. Я думаю, что Бразилия сейчас идет по очень правильному, по очень интересному пути. Бразилия или Боливия? Боливия, Боливия. Боливия. Что еще? Венесуэла во время Чавеса, несомненно, сейчас есть некоторые проблемы, но в конце концов последние десятилетия доказали, что если, может быть, все поменять за несколько лет невозможно, добиться каких-то сдвигов к лучшему, если на это есть политическая воля, всегда возможно. Но для этого нужно, чтобы население осознавало потребность в этом, для того, чтобы население не было оболванено, одурачено прессой. Это очень важно. А Бразилия? Бразилия, несомненно, нет. Бразилия было прогрессивное правительство Лулы, которое изменило жизнь к лучшему. Она вытащила из нищеты миллионы бразильцев, с одной стороны. С другой стороны, это проходило в рамках той же капиталистической модели, росла преступность, качественное образование не изменилось. И поэтому сработало то, что обычно, к сожалению, работает в Латинской Америке. Приходит к власти правительство, которое лучше предыдущих, позволяет многим бедным стать средним классом. Но поскольку сохраняются все демократические свободы, в том числе свобода прессы, демократическая пресса, что такое демократическая пресса, это инструмент в руках тех же олигархических сил, поскольку традиционные политические партии уже не популярны, они слишком деликитимизировали себя, они слишком коррумпированы, никто не хочет голосовать за политиков, пресса берет на себя роль оппозиционной политической партии. И пресса рассказывает населению о том, что оно заслуживает большего, что нужны перемены срочно, что это правительство слишком коррумпировано, что оно такое-сякое. И в результате народ голосует за перемены и получает резкий откат в прошлое, Международный валютный фонд. И все радости, когда это замечают, уже становится поздно. Таким было правительство Больсонару. Да, я знаю, что правительство Больсонару, которое 1 января ставит власть, оно сохранило хорошее отношение с Россией, несмотря на то, что это ультраправое правительство. Объяснение здесь тоже очень просто. Правительство Жаира Больсонару опирается на сельскохозяйственную олигархию. Сельскохозяйственная олигархия Бразилии нуждается в российских удобрениях по зарез. Поэтому Больсонару пошел вопреки воле Госдепа США и сохранил хорошее отношение с Россией. Но сейчас победило лево-центрическое правительство Лула. Лула – человека, который, несомненно, гораздо симпатичнее, харизматичнее и достойнее, чем предыдущий бразильский президент. Но посмотрим, что будет дальше. Я стараюсь избегать каких-то оптимистических прогнозов, потому что последние события их обычно опровергали. Продолжение следует... Продолжение следует...